Михаил Павлов. «Помоги любви найти тебя. Метод тайной комнаты». Читает Александр Воробьев. Анотация. Прочитав книгу, вы узнаете, как привлечь в свою жизнь настоящую любовь. Книга научит вас, как не допустить ошибок, которые приводят к разочарованиям, и привлечь вторую половинку, не только любящую вас, но и разделяющую ваши интересы и мечты. В книге вас ждет подробная инструкция, как привлечь того самого, с кем создадите крепкую и счастливую семью. В начале книги получите полезные советы и рекомендации, узнаете важные моменты. А само таинство вас ждет в последней главе. В вашей тайной комнате. Здравствуйте, уважаемый читатель. Вы верите в любовь? Тогда эта книга для вас. Книга — это инструкция, которая поможет вам привлечь любовь в свою жизнь. В ней вы научитесь правильно транслировать свои мысли и мечты. Узнаете, что происходит после того, как загадали желание. Она поможет избежать разочарования. Книга начинается с подготовки. Само таинство вы совершите в конце книги в своей тайной комнате, но не спешите перелистывать. Обязательно прочтите всю книгу. Книга поможет привлечь ту вторую половинку, которая будет не только любить вас, но и разделять ваши мечты и желания. У вас будут общие интересы. Вместе будет комфортно, а семья будет благополучной и счастливой. Думаете, это только слова и фантастика? Нет. Минимум одна такая семья есть. Это моя семья. Мы в браке более двадцати лет. Мы обсуждаем любые темы. Мы не сомневаемся в друг в друге. Мы пережили и испытали такие ситуации, которые многие семьи даже боятся представить. Мы добились того, чего хотели. Мы смогли родить второго ребенка, несмотря на то, что врачи поставили супруге диагноз бесплодие. Нам говорили, что и ЭКО не поможет. Но мы смогли все сделать естественным путем. Именно мы. Я могу долго расписывать, как мы счастливы и чего смогли добиться вместе, но эта книга не о моей семье. В этой книге вы узнаете, как привлечь вторую половинку и создать свою не менее крепкую семью. Метод тайной комнаты поможет вам соединиться. По традиции, по пути к тайной комнате вас ждет несколько дверей. За каждой из них будет информация, секрет или рекомендация. Все они важны и необходимы в тайной комнате. Благодаря им вы сможете создать такую семью, которая для окружающих будет казаться чудом и примером. В книге «Метод тайной комнаты. Материализация мечты» вы узнали, как сделать любую мечту материальной. Вы научились привлекать деньги, квартиры, машины и любые другие вещи и предметы. А в этой книге «Инструкция для привлечения любви в вашу жизнь». Первая дверь. Вторая половинка. Вторая половинка вашей мечты. Кто же он? Своего любимого вы наделили определенным набором качеств и достоинств. Вы его представляете определенного роста, телосложения, характера. Цвет волос, прическа, улыбка. Все это не раз представляли себе. Не менее важно его благосостояние, отношение к детям и окружающим. Но вы же хотите создать идеальную семью, а не просто видеть человека рядом. Вот тут начинаются муки выбора. Или искать того, кто полностью отвечает вашему представлению об идеале, или согласиться на то, что рядом будет человек, который наделен только частью интересующих вас качеств. Что же делать? Ведь дальше мы еще больше усложним. Вы уже читали книгу «Метод тайной комнаты. Материализация желаний», в которой подробно расписано, что люди обладают способностью чувствовать друг друга. Именно это знание нам поможет. Вы хотите привлечь вторую половинку мечты. Он тоже ищет, обладающий интересным для него набором качеств. Кажется, что сложно и даже невозможно, чтобы нашлись два человека, которые полностью соответствуют представлениям друг друга о второй половинке. Но вы сможете совершить это чудо и привлечь именно такого человека. За этой дверью вам осталось только одно. Взять листок бумаги и написать все качества и достоинства, которые важны во второй половинке. Заодно подумайте, какие ваши качества и умения вы можете ему предложить. Например, умение всегда отлично выглядеть, вкусно готовить, желание иметь троих детей и так далее. И не забудьте про свое хобби или увлечение. Вы же хотите сделать чудо реальностью и создать счастливую и крепкую семью. Поэтому общее увлечение будет огромным плюсом. Это вам скоро понадобится. А пока берем листок бумаги и пишем красивым почерком и старательно. Каким вы видите мужчину, с которым были бы счастливы? По итогу у вас должна получиться краткая характеристика. Например, рост 180-185, 35 лет, шатен, любит путешествовать с палаткой, любит играть с детьми, любит детей, не советую писать, любит солянку и котлеты, мечтает подняться на Эверест и так далее. Помните, что если ваши увлечения будут совпадать с его, то это поможет вам не скучать с любимым человеком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!